Вести Карачаева-Черкесия В Карачаево-Черкесии прошла отборочный этап всероссийской экспедиции от учителя к ученому «Дорогами гражданственности». В ауле Эльбургана Базинского района прошла Международная научно-практическая конференция «Табуловские чтения-2022». И в Карачаево-Черкесском университете имени Умара Алиева прошел фестиваль «Первый среди первых» для студентов первых курсов. Далее об этих и других темах подробнее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С тем, чтобы в дальнейшем использовать их наиболее рационально. Буду признателен горожанам, если они также поделятся своими предложениями, инициативами и мыслями на этот счет уже сейчас, отметил мэр республиканской столицы. Карачаево-Черкесия по поручению главы республики Рашида Тимрезова установила ряд дополнительных мер региональной поддержки для семей военнослужащих, участников специальной военной операции. Приняты ранее перечень, мер расширен по указу главы республики. Ее охватывает как членов семи мобилизованных, так и семи военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, выполняющих задачи с начала спецоперации. Подробности сообщила заместитель министра труда и социального развития Мадина Шаева. В соответствии с указом главы Карачаева-Черкесской республики, мобилизованным гражданам, контрактникам, добровольцам, военнослужащим войск Национальной гвардии Российской Федерации, которые заключили впервые контракт с 21 сентября, установлена единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей. Также указом установлены выплаты в случае ранения, в зависимости от тяжести ранения, от 100 до 300 тысяч рублей. И в случае гибели, к сожалению, такие случаи тоже есть в размере 1 миллиона рублей. И хочется отметить, что это дополнительные меры социальной поддержки за счет регионального бюджета к установленным мерам поддержки уже на федеральном уровне. Принят ряд дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих. Эти меры социальной поддержки будут оказывать органы исполнительной власти, каждый в своей компетенции. И приняты меры поддержки и семей, и детей. И очень много дополнительных мер, но в части, касающиеся министерства, конечно, мы сейчас в первоочередном порядке принимаем на социальное обслуживание. Граждане нуждаются в социальном обслуживании. И очень важно отметить, что в соответствии с поручением главы республики, за каждой семьей мобилизованного закрепили социального работника. Социальный работник оказывает необходимые социальные услуги и находится на постоянной связи с семьей. В Ауле-Эльбурган Абазинского района прошла международная научно-практическая конференция «Табуловские чтения-2022», посвященная 90-летию абазинской письменности и столетию республики. В мероприятии приняли участие специалисты по родным языкам, общеобразовательных организаций Карачаево-Черкесии, ученые из Турции, Адыгеи, Абхазии, а также педагоги и эксперты, специализирующиеся по языкам народов республики. Участники конференции обсудили проблемы преподавания родных языков в средней и высшей школах, обменялись лучшими практиками учителей региона. В Карачаево-Черкесском университете имени Умара Леева прошел фестиваль «Первый среди первых» для обучающихся первых курсов всех институтов и факультетов ВУЗа. Студенты продемонстрировали свои таланты, остроумие и артистизм. Участники команд при помощи юмористических видеороликов, сценок и в конкурсе «Интеллектуальная битва» показали преимущества своих институтов и факультетов, историю их становления представили, как бы они хотели изменить и дополнить, какими они видят себя и ВУЗ в будущем, а также блеснули эрудицией. Звание «Кубок первого среди первых» достались команде естественно-географического факультета. По поручению главы республики Рашида Тимрезова отремонтирован участок автомобильной дороги, соединяющий Черкесск, Хабес и Архез. Он включен в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы начались весной этого года. В ходе капремонта на участке заменили земляное полотно и устройство нового двуслойного асфальтобетонного основания. Об этом рассказал главный инженер управления Карачаево-Черкесск-Автодор Мойя Тхутов. На данном участке у нас двуслойное асфальтобетонное покрытие. Нижний слой из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 9 см. Верхний слой из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см. Данные асфальтобетоны приготовлены на основе современных ГОСТов, СНИПов и соответствуют всем нормативным требованиям, которые у нас действуют на сегодняшний день. В Центре противодействия экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии наградили победителей конкурса рисунков на тему «С ненавистью и ксенофобии нам не по пути». Всего было представлено 70 работ, из которых были выбраны три лучшие. Победителями стали ученик 11 класса 2-й школы станицы Кардоникской Дугу Шедаков, учащийся 11 класса лицея поселка Метногорского Тимур Байрамуков и ученица 10 класса школа Ола Зиюка Амина Баова. В Черкесске прошел круглый стол по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде. Организатором выступил региональный Миннац, а участие приняли представители органов госвласти, силовых структур и педагоги. Комментирует информацию министр по делам национальностей, массовым коммуникациями печати Альберт Кумуков. Мы ежегодно проводим соцопросы и такой термометр отношений в обществе выявляем и с каждым годом уровень показателя повышается. То есть нет проблем в этом году, если память не изменяет, порядка 89% опрошенных сказали, что в республике все нормально с межнациональными и межконституциональными отношениями, а нет никаких проблем. Учительница из Карачаево-Черкесии прошла отборочный этап с российской экспедиции от учителя к ученому дорогами гражданственности. Лучшими педагогическими практиками страны признаны 297 из более чем 3057 представленных. В числе победителей вошла Сати Суонова, педагог дополнительного образования, средняя общеобразовательная школа номер 3 Черкеска, председатель российского движения школьников в Карачаево-Черкесии. В Карачаево-Черкесии появятся пункты придорожного сервиса. Уже до конца года мы увидим их вдоль автомобильных дорог федерального значения на пути следования курортным зонам. В Кавказском, Кумаше, Дамбайе, Гумбаши, Эркин-Юрте, Красном Кругане, Усть-Джигуте, Кардоникской и в районе села Важное. Об этом рассказал министр туризма и курортов Расул Тикеев. У нас в регионе появится 11 новых придорожных сервисов, где туристы смогут получать необходимые услуги, остановиться, передохнуть, перекусить, воспользоваться инфраструктурой, которая там будет. Это и зона отдыха, это и зона кафетерия, зона торговая, где можно будет приобрести необходимую сувенирную продукцию и так далее. Конечно же, радует то, что они будут стилизованными в едином стиле. Мы ожидаем, что это будет качественное решение для путешествий. Банк России подготовил третий сборник бесплатных аудиолекций цикла «Финансовая культура», который насчитывает уже 46 звуковых треков по финансовой грамотности. Новые аудиолекции учат, как оформить эпатичные каникулы, вернуть ошибочные переводы или списание судебных приставов, как пользоваться маркетплейсами, кредитными картами и различными видами банковских счетов. Лекторы рассказывают об инфляции и способах ее регулирования. «Развитие новых технологий и финансовых сервисов подталкивает нас к тому, чтобы мы владели самой актуальной информацией. Такую возможность дают аудиолекции по финансовой грамотности», отметил управляющий отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Дмитрий Мещеряков. Аудиотреки можно прослушать в любое удобное время. Их можно бесплатно скачать на сайте fincult.info, портале электронных книг Lit.res, послушать онлайн во Вконтакте и сервисе Яндекс.Музыка. 5 декабря завершается набор обучающихся по программе «Цифровые профессии», с помощью которой можно получить IT-специальность со скидкой 50, 75 или 100%. В этом году на курсы записались более 110 тысяч жителей страны. 67 тысяч из них уже проходят обучение по программам крупнейших вузов и образовательных платформ. Здесь доступно более 100 курсов начального, базового и продвинутого уровня. Скидку от государства могут получить безработные, инвалиды, родители детей до 3 лет, граждане с зарплатой ниже средней по региону, студенты и сотрудники бюджетных организаций. В селе Джага продолжается капитальный ремонт сразу двух берегоукрепительных сооружений на реке Эшкакон. Восстановление этих дам позволит защитить от воды 1500 человек с их домовладениями и приусадебными участками. Подробности сообщила советник министра природных ресурсов и экологии Медина Боташева. Работа началась весной текущего года в рамках государственной программы воспроизводства использования природных ресурсов и проводится в целях обеспечения защиты населения и социально-экономических объектов от негативного воздействия вод, прежде всего в наиболее поводкоопасных и подверженных подтоплению районах. Ремонт дам позволит защитить 1400 человек их домовладения приусадебные участки. Общая площадь территории, подверженной затоплению, составляет порядка 55 гектаров. В зоне возможного подтопления также расположены школа, мечеть, администрация сельского поселения, дом культуры, детский сад и другие объекты инфраструктуры села. Продолжение следует... Полицейские задержали мужчин на одной из улиц города. В машине злоумышленников в страже правопорядка обнаружили 54 в кавычках камня с препаратом, а также полимерные пакеты с четырьмя тысячами капсул. Кроме того, в черте города правоохранители нашли три тайника, которые сообщники успели оборудовать до задержания. В настоящее время в отношении подозреваемых следственными органами возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу. Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесии в очередной раз обращается к жителям республики быть более бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Не забывайте, что работники банков никогда не звонят клиентам с вопросами о персональных данных и не пугают потери денежных средств. Они не просят назвать данные банковских карт клиентов, либо поступившие посредством СМС одноразовые пароли. Кроме того, работники финансовых учреждений не просят клиентов оформить кредитные продукты, а затем перевести деньги на неизвестные счета. Сто спортсменов из десяти вузов Северокавказского федерального округа поборолись за медали соревнований по вольной и греко-римской борьбе. Во Владикавказе прошел первый турнир отборочного этапа Национальной студенческой лиги спортивной борьбы, по итогам которого спортсмены из Карачаевой-Черкесии завоевали шесть медалей различного достоинства. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаевой-Черкесии облачно, местами осадки в виде дождя, бокрового снега и снега. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, в горах порывы до 14 метров в секунду, местами на дорогах гололедица. Температура воздуха минус 1, плюс 4, в горах местами до плюс 9. В Черкесске небольшие осадки в виде мокрого снега, ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Утром на дорогах местами гололедица, а столбик термометра поднимется до 2 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. При первых каплях дождя или хлопьях снега даже незначительные вещи приобретают большое значение. Не обязательно уменьшаться до размера молекул, чтобы понять, сцепление с дорогой уменьшается. Следите за прогнозом. С первыми признаками непогоды. Будьте внимательны. Снижайте скорость. Вы слушали Радио России. Карачаева, Черкесия.